Всем добро, с вами Витория, и не случайно я сейчас в руках держу планшет. И нет, если вы подумали, что это видео под тип, что в моем телефоне, что в моем смартфоне, бла-бла-бла-бла-бла, то нет, я вам расскажу лишь о нескольких интересных и полезных приложениях, ну, по моему мнению. Но да, это не отменяет того факта, что вы можете подписаться на мой инстаграм, это Ридер, о которых я не буду говорить в данном видео. Итак, первое приложение это Мессенджер, и нет, это не Ватсап, Вайбер или Телеграм, или чем там еще обычно люди пользуются. Это Катаок, или же Катаок. Катаок был у меня еще до Лайна, до Вайбера и Ватсапа, которые я уже давно удалила. Так что, если вы не можете достучаться до меня, например, ВКонтакте, то вы вполне можете написать мне Катаок. Следующее полезное и интересное приложение является HelloTalk, приложение для языкового обмена. Например, я изучаю корейский язык и при этом знаю русский. Я указываю это в приложении, и, например, нахожу жителя Кореи, который учит русский. Я ему помогаю с русским, он не с корейским. Все замечательно, все выучили язык. Далее идут два схожих приложения. Они оба так или иначе помогут вам в изучении английского языка и в улучшении вашего аудирования. Это Love English и это TED. По-моему, про TED уже все знают. Вы можете посмотреть выступление какого-то комика, либо же просто какого-то ученого, который рассказывает о своих интересных открытиях. Там есть субтитры практически на любом языке. Ну, а о следующем приложении я уже говорила вот в этом видео. Это программа Memorize. И если что, то там есть не только варианты изучения, например, корейского языка или английского. Там собрано огромное количество языков. Но помимо этого вы также можете изучать там физику, биологию, химию, географию, да все что угодно, и даже выучить всего Евгения Онегина. Я думаю, каждый найдет для себя что-то свое. Персонально для тех, кому нравятся BDS и EXO, там есть курс, благодаря которому вы можете выучить слова их песен. И последнее приложение, о котором я вам сейчас расскажу, больше, скорее всего, понравится тем, у кого есть огромное желание пообщаться с какими-то айдолами или же просто популярными корейскими личностями. И это приложение V. И отчасти оно напоминает всем известный перископ. Но только оно гораздо более интересное и ориентировано больше на корейских каких-то знаменитостей. И я скажу, пожалуй, такую интересную вещь для тех, кто, скорее всего, не пользовался этим приложением. Например, если трансляцию проводит V из BDS или же любой другой участник любой другой группы, ну, либо же просто какой-то популярный актер или музыкант, то они читают чат и обращают внимание практически на все сообщения, которые там появляются. И так или иначе на них отвечают. То есть у вас есть прямая возможность услышать ответ от вашего любимого айдола через вот это вот приложение. Ну и на этом я, пожалуй, закончу. Несмотря на тот факт, что приложение у меня установлено раз в 10 больше. Но о них либо нечего сказать, либо о них уже кто-то говорил. Очень много говорил. Ну а с вами была Тария. До скорых встреч на вам канале. Субтитры сделал DimaTorzok